Франок Вячорка с нами на связи. Здравствуйте, Франок. Здравствуйте, Франок. Добрый день, добрый день. Итак, британская разведка утверждает, что Лукашенко все-таки пытается всеми правдами и неправдами избежать прямого участия в войне России против Украины, но при этом присутствие белорусских войск возле украинской границы наблюдается, и оно, в свою очередь, сдерживает часть подразделений украинской армии. Вот эти вот учения, о которых мы рассказали только что, по вашему мнению, какую игру ведет Лукашенко? Что и кому он хочет продемонстрировать? Главная цель учений, конечно, растянуть украинские силы. Они проводят такие учения практически каждый день в разных местах, чтобы создавать напряжение. Также запускают ракеты, которые не всегда долетают до территории Украины, самолеты, вертолеты, чтобы постоянно системы противовоздушной обороны Украины следили за этим и не могли все свое внимание и силу сконцентрировать на Востоке. А сам Лукашенко, он понимает, что как только перейдет первый белорусский солдат или первый белорусский танк в границу, это будет означать очень скорый конец для самого Лукашенко. Потому что они белорусы, они белорусская армия, воевать за Лукашенко или за Путина не хотят. И, скорее всего, они или начнут массово переходить на сторону Украины, или будут складывать оружие, или просто развернутся и пойдут в сторону Минск. — Франок, вот скажите, пожалуйста, сейчас друзья, знакомые, которые находятся в Польше, говорят о том, что в Польшу приезжает огромное количество белорусских мужчин. И сейчас пытаются найти себе и жилье, и работу. И говорят, что бегут буквально сразу же после того, как получают повестки в военкомат. Получили и через 4 часа уже на границе. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас в Беларуси? Почему бегут мужчины? — Это правда, что от начала войны десятки тысяч людей, в первую очередь молодых мужчин до 27 лет, выехали из Беларуси. Огромные очереди стоят в консуляты тех стран, которые все еще продолжают выдавать визы. Это Испания, это Италия, это Польша. Любыми путями, правдами, неправдами пересечь границу, потому что не хотят воевать. Также некоторые уклоняются от прихода в военкоматы. Конечно же, Лукашенко начал такую огромную пропагандистскую кампанию, в которой снова утверждается в каком-то гражданском долге. Но люди просто банально в эту легенду, в эту историю не верят. И в отличие от России, где люди ходят там с флагами, ЗЭ и ВЭ, стадионы собираются, в Беларуси нет никакого энтузиазма, никакой поддержки войне, даже среди сторонников Лукашенко, даже среди чиновников. Мы сейчас получаем огромное количество писем от номенклатурщиков, от чиновников среднего звена, которые спрашивают, что им делать, чтобы, не дай Боже, а, не попасть под санкции, или, не дай Боже, их не втянули в эту войну. У вас есть какие-то статистические данные, понять, какое количество все-таки людей, и какое количество населения против этой войны? Потому что есть информация о том, что более полутора тысяч людей уже попали в Беларуси под репрессии за антивоенные протесты. Под репрессии попало 2100 человек от 27 февраля, от 24 февраля, когда война началась. Большинство задержали 27 февраля во время первой акции, а потом задерживали примерно 20 человек в день. И сейчас в среднем 3-5 человек в день признают политзаключенными. Вчера, позавчера поменяли законы за партизанские активности, сейчас угрожает смертная казнь. Конечно, могут наказывать только мужчин, но теперь уже не нужно совершить какой-то акт, не нужно поджечь железную дорогу, чтобы тебя приговорили к смертной казни. И это все напоминает сталинизм, это все напоминает средневековье. Лукашенко таким образом пытается запугать людей против активного противостояния, но мне кажется, эти последние два года показали, что белорусы, несмотря на террор, они находят силы и смелость бунтовать, протестовать, не подчиняться. И я надеюсь, что это хотя бы чуть-чуть помогает украинцам сдерживать врага. Безусловно. Но действительно, Лукашенко есть чего бояться сейчас. И свидетельство тому, вот сообщение белорусских оппозиционных СМИ, что на территории Беларуси изымают из продажи антиутопии Джорджа Оурова в 1984 в тоталитарном государстве. Кроме того, Лукашенко подписал поправки к законодательству, которыми предусматривается осуждение к смертной казни за покушение на терроризм. Вот эти меры, о чем они говорят? Так страшно боится, видимо, Лукашенко, но вот всех и всего вокруг. У Лукашенко теперь есть несколько неизлечимых кошмаров, от которых он просыпается в холодном поту. Первое, это, конечно, белорусские добровольцы, которые сейчас воюют в украинской армии, батальон Калиновского, батальон Погоня. Второе, это силовики и чиновники, которые не очень лояльны, которые пострадали от санкций, и которые сейчас не понимают, зачем им поддерживать, собственно, Лукашенко. Третий кошмар, это, конечно же, Россия, которая в любой момент, она может перестать его поддерживать, подкармливать, пока Путин делает пиар-фотки с Лукашенко, он понимает, что часть силовиков будет за него. А если вдруг Путин передумает, и Лукашенко пугается, поэтому каждый день выступает с какими-то слезливыми, такими лоялистскими высказываниями в сторону Путина. И четвертое, самый огромный страх, это пробуждение белорусского народа. Это когда люди начнут ценить то, что они белорусы, ценить свою независимость, не просто ценить, но за нее бороться. Поэтому они уничтожают белорусский язык, закрывают белорусские классы. Практически не осталось ни одной школы с белорусским языком в Беларуси сейчас. Они закрывают все издательства с белорусскими книжками. И белорусские газеты не осталось. Буквально пару дней назад задержали руководство одной из старейших действующих газет белорусы и рынок независимый. То есть идет борьба против инакомыслия, и это симптом страхов Лукашенко. Франок, расскажите, пожалуйста, какая сейчас повестка в Беларуси в информационном поле? Что говорят люди? Люди понимают ли, какая ситуация сейчас в Украине? Понимают ли, на каких позициях Россия? Или все же верят слепо, как и россияне, о том, что Россия побеждает по всем фронтам? Беларуси точно не как россияне. Это вообще противоположности. И если в России поддерживают, Беларуси точно нет. Но в Беларуси идет борьба телевизора против интернета. Телевизор, которым доминируют российские телеканалы, вся Соловьевщина, Киселевщина, особенно в небольших городах, против интернета, социальных сетей, где, конечно, абсолютное большинство смотрит независимые белорусские медиа. Украинские телеканалы очень стали популярны, в том числе эфиры и телемарафоны сейчас популярные среди белорусов. Ну и эти нарративы, они, конечно же, борются. И наша задача это усиливать белорусских блогеров, инфлюенсеров, СМИ, которые говорят правду, чтобы не дать людям утонуть в этой лжи, которую пропагандируют лукашенковские и путинские СМИ. Ну да, есть многие одурманенные, к сожалению. Белорусы, которые под влиянием телека, они симпатизируют Россию. Но мы делаем все, чтобы их стало мизерно и меньше. Франок, вот мы наблюдаем последние недели некие такие странные явления в России. В частности, кидают коктейли Молотова в военкоматы, на улицы пытаются выходить люди с белыми плакатами или писать слова «нет в войне». Скажите, пожалуйста, у вас в Беларуси бывает что-либо подобное и арестовывают людей за плакаты со словами «нет в войне»? В Беларуси нет ни одного региона, где бы не было антивоенной акции, где бы не произошел или пикет, или вывешивание флага, или кибератака, или партизанская акция на железной дороге. Когда началась партизанщина, лукашенковские войска были выстроены каждые 500 тысяч метров вдоль железной дороги и арестовывали каждого, кто подходит, чтобы, не дай Боже, партизаны не остановили поезд или не подожгли релейные шкафы. У нас это происходит очень много, но, к сожалению, очень мало информации пробивается, потому что журналистов не осталось, камеры стоят, наблюдения везде, людей легко определяют по фоточкам, кто когда снял какую-то фоточку, и поэтому, конечно, небезопасно. Даже вот наш проект «Белорусский ГАЮМ», белорусский проект, который информирует про перемещение российских войск, много уже парней и девушек попали под уголовное преследование, им угрожают годы, многие годы тюрьмы, только за то, что они рассказывали, где российские танки перемещаются и где заправляются бронетранспортеры, которые направляются в Украину. Франок, и еще хотелось затронуть эту тему, тему тел русских солдат. Вот в Украине сейчас стоят несколько вагонов-рефрижераторов с телами российских солдат, которые Россия не хочет забирать. В начале полномасштабного вторжения России в Украину была информация о том, что на территории Беларуси, в частности в городе Мозырь, в моргах, было большое количество тоже тел российских солдат. Как сейчас обстоит ситуация с этим? Да, в самом начале перегружены были госпиталя и морги, целое отделение больниц их загружали российскими военными и не пускали туда белорусских гражданских. Это был результат того, что они просчитались. Лукашенко же и Путин думал, что за три дня возьмет Киев, но провалились, украинские военные их остановили. И сейчас они, конечно, организовали уже схему вывоза и тел, и раненых, и двухсотых, и трехсотых. Они попадают на территорию Беларуси и их сразу вывозят в Россию. Или многих сразу сейчас вывозят через границу в Россию. Сейчас участия из белорусской территории намного меньше. Кроме вот этого брязгания оружием так называемых учений, активность практически прекратилась. Но это не значит, что она не возобновится, и это не значит, что нужно Лукашенко какие-то лавры давать, как человек, который останавливает войну. Эта война и все участие Беларуси – личная ответственность Лукашенко. И он должен понести ответственность как военный преступник. Будем на это и надеяться, и ждать. Но стоит отметить, что Генштаб заявляет о том, что угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси никуда не исчезла. Не исчезла. Но из того, что сказал Франек, лично я понял, что совсем маловероятно мне представляется возможное захождение белорусских войск на территорию Украины. Потому что, учитывая на тот протест, социальный бунт внутри страны, начнется такое, что Лукашенко просто не справится. Он вынужден будет вернуть всех назад, а будет уже поздно. Поэтому спасибо всем активным белорусам, которые вместе с нами, краинцами, противостоят этим диктаторам, этому тоталитаризму. И вместе мы в скором времени придем к нашей общей победе. Спасибо огромное. Франок Вечерко был с нами на связи, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Светланы Тихановской. Продолжение следует...